Всем привет, с вами NoMersi и сегодня хотелось бы обсудить обновление, которое котируется 0.9.09.2020. Приступим. Сразу начну с того, что понравилось. Теперь каждые 10 тысяч очков игрок получает боевой набор, который можно передать другим игрокам и 20 жетонов бойца. Отличный вариант решения проблемы для игроков слабых или просто которых не позволяет шмот держать топ 3 постоянно. В то же время не затрагивает топеров и помогает людям со слабым шмотом. Отличный вариант решения проблемы. Также стоит упомянуть, что для открытия боевого набора необходим ключ для боевого набора, приобрести который можно у снабженцев, начиная с бара или темной долины за 40 жетонов исследователя. Также ввели новые жетоны, боевые жетоны. Ранее мы их встречали в контейнерах победителя и, как писал Ренат, они должны будут конвертироваться. За них можно купить очень даже хорошее снаряжение, а именно Центурион, АЕК-971, ФН-2000, Спектр и Л-96. Также ОБТ-экзоскелет и некоторые мелочи. Чтобы на все это накопить, придется знатно попотеть, ибо каждый набор требует накопления 10 тысяч очков. При открытии контейнера победителя вы будете получать от 40 до 45 боевых жетонов. То есть для получения ФН-2000 вам необходимо открыть 150 таких наборов, а это 1,5 миллиона боевого опыта. Да, это много, но это все же лучше, чем ничего, и нам дают шанс получить гарантированную награду. Также увеличили количество получаемых очков за активности на сессионках. Произошел некоторый ребаланс дробовиков, а также других оружий. Множитель урона дробовиков по мутантам уменьшен с 2 до 1,5. Кому мешал множитель, понятия не имею. У всего автоматического оружия уменьшено нарастание разброса и отдачи при автоматической стрельбе с целью повышения комфорта стрельбы и предсказуемости поведения оружия. Спорно, но тоже неплохо. Апнули множитель в голову в ашке, а также помимо множителя подняли урон ССРу. Также перебалансили точки на броне. Раньше вся комбинированная броня получала плюс 10 ко всем статкам на 15 тире. После обновления показатель стал не плюс 10, а плюс 12, и это тоже хорошо. Также был добавлен дополнительный параметр, на который точится броня, и этим параметром является взрыв. Очень актуально в нынешних реалиях. Также немаловажным стал аптанка. Ранее было у него 60 пулестойкости в стоке, что давало на 15 тире 75 пулестойкости. В то же время сейчас танк на 15 тире будет иметь 80 пулестойкости. Также апт довольно хорошо заметен даже при минимальной заточке танка, ибо по ощущениям он стал в разы больше впитывать. Теперь танк можно действительно назвать танком. Также были занерфлены пушки, купленные за столбаксы, и пушки, полученные с новогодних кейсов. Теперь покупка СБФА стала крайне сомнительной идеей, не так ли? Я не думаю, что СБФА сейчас будет стоить хотя бы миллионов 20, ибо это крайне сомнительная переплата. Также был добавлен множитель в голову при попадании у таких пушек, как ФНФАЛ и Скораж. Поиграв с тем и тем, скажу, что я особо отличий не заметил. Возможно, мне не так повезло, либо наоборот повезло. Но самая вишенка на торте, барабанная дробь. Вдвое сниженная задержка перед выстрелом у Гаусс пушки. Стало ли легче играть? Да, в разы. Гаусс снова выжил. Но также за счет этого и оживили сборки на ХП. Теперь можно пережить выстрел с Гаусса, имея сборку на 30 ХП. В случае, если ХП меньше, то забустится с помощью ИРП. Но какая же бочка меда без ложки дегтя? И самое для меня больное, что было добавлено, так это замедление в прицеливании. Зачем? Почему такое большое? Понятия не имею. Такую фишку можно было добавлять, но добавлять ее рассудительно. К примеру, чтобы прицел имел дебаф по логическим объяснениям. К примеру, коллиматор имел бы самый минимальный дебаф, либо вообще бы его не было. А прицелы выше 4х уже имели более ощутимый дебаф. Но точно не 40%, а хотя бы 20-25%. Как по мне, исправив это, можно было бы оставить от этого обновления больше положительных эмоций. Ну что ж, а на этом, как по мне, все ключевые изменения в обновлении кончаются. Возможно, что-то упустил. И в случае этого, прошу вас поправить меня в комментариях. Ну а также хотелось бы узнать, что вы думаете касательно данного обновления. Понравилось ли оно вам? И что не понравилось? Ну а с вами был NoMercy. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok